и характеризуем теперь последний из коллективов это коллектив земли сюда как вы догадались входят сенсорики интроверты и сразу уже себе рисуем образ этих людей что между ними общего то есть сенсорика это уже сфере сфера чего-то более материального чего-то более практичного прагматичного измеримого что-то что можно понюхать пощупать посмотреть услышать лизнуть да и также это интроверсия интроверсия означает некий поиск до вглубь некое копание вглубь некое пропускание через себя через свои ощущения через свой мир некое фокусное восприятие до сосредоточения на чем-то одно то есть такие в общем-то внимательные в деталях молчуны по большей степени на и так что их объединяет это что для них важно даже скажем так сфера ресурсов производства сервиса услуг и проработка деталей ресурсы производства сервис услуги и проработка деталей что между ними общего в плане стимульной группы так это комфорт стимульная группа комфорт ну и собственно четырехмерная функция у каждого из представителей этого коллектива сенсорика комфорта то есть у каждого из них она либо базовая либо фоновая что еще здесь важно что у них общего это благосостояние стремление к достатку вот этому самому базовому по пирамиде маслоу материальному достатку некое устойчивое положение в обществе материальная устойчивость в первую очередь некая предсказуемость в случае дюмы чуть-чуть меньше да потому что иррационал и такой из такой легкой квадры да но все-таки все-таки это предсказуемые представители то есть не оригинальные как мы можем понять потом поскольку сенсорика комфорта противостоит педали интуиции возможности поэтому весьма предсказуемы усидчивые поскольку интроверт сенсорик до что-то рисуется такой какой-то дом без ножек для такой основатель настоящий дом инертные инертная то есть замедленная несколько заметно замедленная реакция не прямом смысле до что прям такие типа ленивцы но несколько трудно раскачаться да если уже раскачался то едем пока раскачаешься нужно раскачаться действуют как бы вглубь они вширь то есть не ищут какие-то новые приключения новые контакты они больше сосредоточены на том что нужно сделать здесь сейчас мышление ориентировано на сохранение поддержания и укрепления того что уже есть сохранение поддержания укрепления того что есть и одна из тоже важных характеристик данного коллектива то что эти люди внимательны в мелочах в деталях чего не было пожалуй то у всех трех предыдущих коллективов это именно такая материальная внимательность до какого цвета была ручка ресницы нарастила там поднял волос на такой судя по волосу ей 30 лет не замужем на завтрак ела яичницу да некая внимательность и начинаем про каждого в отдельности воздух земля то есть дипломат то есть дюма это мастер среди исследователей вот такая необычная комбинация с одной стороны она из квадры исследователей до из первой квадры с другой стороны она как бы такая заземленная это дюма мастер я долго искал нужные слова для этого социотипа фишка дюмы одна из на это ручной труд в интеллектуально емких и не автоматизированных сферах сейчас поясню что я имею ввиду да это необычный взгляд на дюму неожиданный дело в том что вот это квадро исследователей так или иначе способна вовлечь дюму до тогда когда там много интересной информации да когда там тебя веселит робеспир дон кихот поэтому дюма очень любит вовлекаться в какие-то в какие-то интеллектуально емкие сферы но сама психика да по форме деятельности такая сенсорная и интровертная то есть имеется ввиду не только и не столько ручной труд типа прям руками да сколько труд именно вручную в интеллектуально емких сферах вручную то есть не обязательно руками но вручную не автоматизирована я могу привести примеры чтобы было понятно чем я говорю к примеру сфера медицины к примеру там ветеринарное дело или хирургия да когда нужно понимать анатомию знать латынь знать где там какой нерв там ну там тьма всего да это очень интеллектуализированная сфера знать какие симптомы как они между собой сочетаются проявления какие медикаменты помогут какие нет это очень сложная сфера медицина но ты имеешь дело с чем-то очень сенсорным с телом и вот здесь как раз сочетание вот такого интеллекта но в то же время материи второй пример может быть как переводчик или там синхронный переводчик но это трудно для интроверта но допустим для этика эмоции еще всяк то какой-то перевод так или иначе то есть нужно разбираться в тонкостях языка нужно в совершенстве знать как минимум два языка если ты должен переводить да хорошо и чтобы это было еще как-то поэтично да ну чтобы тебе хватало до слов в запасе твоей эрудиции это интеллектуальная емкая сфера здесь тоже нужно разбираться но в итоге деятельность относительно простая да то есть вручную нужно сесть и перевести по итогу то есть труд вручную в интеллектуально емких сферах вот то что я имел ввиду но это еще не все да более классические определения изюминок дюмы это создание эстетически привлекательного оформления да то есть это какая-то сфера красоты эстетики декорирования оформления презентации чего-то да это поддержание здорового эмоционального климата также да то есть дюма при этом при всем эмоциональный этик поэтому почему нет может быть весьма оживленной живенькой интересненькой приятной какие функции информационного метаболизма позволили дюме быть такой какая она есть в первую очередь сенсорика комфорта во вторую очередь этика эмоций очень интересная спайка видите одна функция такая очень земная до веществленная материальная вторая функция такая яркая эмоциональная красочная да тоже тот же самый набор у гюго только у гюго экстраверт в данном случае перед нами интроверты эти функции поменялись местами то есть человек как этик то весьма чуткий эмпатичный при этом этик эмоций означает имеет некую претензию на эмоциональное влияние на эмоциональное участие в атмосфере да в настроении диалога в то же время сенсорная забота до забота об уюте эстетики комфорта оформления о том как это будет выглядеть да возвращаясь к примеру с интеллектуальным трудом вручную можно привести пример какого-то хирурга в пластической в сфере прост пластической хирургии в сфере эстетической хирургии или как как она там правильно называется да когда нужно не просто там вырезать какую-то кишку а нужно сделать грудь или губы подкачать да и так чтобы это красиво привлекательно смотрелось так чтобы это там не сдулась к старости дали не обвисла да какая-то эстетическая хирургия это как пример опять же можно конечно и в ремонте применить свои успехи и в дизайне каком-то но не столько в веб-дизайне сколько в каком-то более щупательном дизайне на что можно потрогать одежда там экстерьер интерьера вот такие вещи и поддержание здорового эмоционального климата да то есть как этик эмоций он все-таки вот между исследователями да выступает как какой-то подушкой безопасности да чтобы там дон кихоты с рубеспьерами друг друга не поубивали вот дюма как бы сглаживает все да не буду уж говорить чем ну ладно печенюшками конечно без стереотипов же дальше не поедем по поезд не поедет соционика не будет популярна если не плодить стереотипы и потом их не разрушать и какие слабые стороны у дюмы слабая сторона дюмы одна из это болевая это деловая логика как у есенина и интуиция возможностей сугестивная то есть опять же болевая это то что трудно и не хочется сугестивная это то что хочется но но не может соответственно рисуется образ до такого человека заботливого эмоционального легкого но при этом не навязчивого до такого мягкого комфортного уютного обволакивающего человека при этом не очень креативного не очень изобретательного может быть нет не очень разговорчивого не очень оригинального вычурного какого-то и слабого в деловой логике да то есть некая беспомощность вопросах там же как коммуналки счетов бухгалтерии или ремонта да там сохраняется то есть некая беззащитность в этом отношении вот такой образ дюмы по простому дипломат следующий персонаж огонь земля инспектор или же максим горький да да это все коллектив земли получается это мастер среди организаторов то есть квадра 2 бета до статус влияния авторитет ценится но что него лучше всего удается это такой руководитель опять же на местах можно сказать да это поддержание контроля фишка максима горького поддержание установленного контроля оценка на соответствие установленным правилам и законам ежовые рукавицы по простому да что еще создание инструкции и требования их исполнения ну вообще жесть жесть воплоти до инструкции и требования их исполнения и также они часто максим и горькие обеспокаиваются формами разными вопросами безопасности оборона безопасность поддержание контроль блюдение образ можно себе нарисовать да такой идеализированный образ можно себе представить как космонавт или как спецназ или как снайпер да еще как бы интровертный тихий да то есть такой молчаливый исполнительный и до жути решительный и такой напористый как поезд как паровоз стал на рельсы не поехал то есть такой идеальный солдат справа помеха слева помеха справа он делает вид что не замечает хотя он все замечает вот и идет к своей цели такой образ можно себе как составить идеализирование какие функции помогают ему в том каков он есть в первую очередь структурная логика то есть видите здесь структурная логика превалирует над волевой сенсорикой и волевая сенсорика то есть в первую очередь все-таки порядок закономерность система да какие-то правила инструкции и этому служит волевая сенсорика то есть все это сохранить в порядке помогает некое давление некая воля некий некая как это агрессивное влияние не агрессия с точки зрения прям открытого конфликта но некая такая знаете решительность настойчивость в своих амбициях такой тихий такой спецназ какие слабые функции у максима горького это интуиция возможностей она же болевая и этика эмоций она сугестивная одномерная то что сильные у гамлета что это нам что это нам дает да то есть это рисует человека такого очень сдержанного холодного очень внимательного к детали очень такого дисциплинированного решительного правильного на каждую ситуацию у него есть инструкция он как бы подготовлен он ко всему готов что не случится у него как бы есть 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 заготовка на этот счет этому как раз помогает до сугестивная этика эмоций то есть ему даже трудно проявить эмоцию не то что он там эмоциональному трудно проявлять широкую гамму эмоций поэтому такой сдержанный холодный это очень полезно в каких-то в трешовых ситуациях и также у него болевая интуиция возможностей что как раз таки дает проявиться но такой однонаправленной решительности знаете да вот нет вариантов надо действовать вот как бы он не столько креативный изобретательный он берет как бы напором и интуиция возможности если была сильная да это бы делала его каким-то гибким это бы не позволило быть ему настолько принципиальным в самоличном исполнении каких-то требований правил и законов и также не позволило бы ему требовать их с других людей да то есть если я такой изобретательный и гибкий я сейчас придумаю тысячу способов как этот закон обойти или предложить вам какой-то чуть-чуть другой закон или как-то давайте договоримся нет тут не договоримся тут вы будете делать так как написано в этом документе вот такая же очень полезная в управлении до какими-то какими-то коллективами но видите именно в мире предпринимательства свободного это не очень удачный социотип на это более удачная роль на пост какого-то опять же может быть президента или в каких-то сферах где требуется немножко жести до какой-то правосудие какой-то начальник тюрьмы не всем горьким понятно это подходит такие профессии просто как архетип да просто как такой яркий образ представляем на роль тренера знаете может подойти если кому-то дисциплины в жизни не хватает очень хочется вот есть горький он вас помучает обращайтесь вода земля хранитель то есть драйзер мастер среди предпринимателей человек из 3 квадры там где ценностно да и ресурсы и коммуникации предпринимательства и такая активная деловая жилка но он более спокойный среди них и он хорош в оказании сервиса и консультационных услуг да это его фишки это его изюминки сервис консультационные услуги некие презентации проведения создания и проведения каких-то презентаций сфера эстетики декор оформление создание оболочки для продукта как она должна быть выглядеть чтобы ее хотелось купить ну сделай просто шоколадку шоколадки на развес выглядят не так привлекательно как шоколадки в упаковке то есть за то что в упаковке даже заплатить не жалко да ну то есть больше хочется брать что-то в упаковке чем нет упаковка привлекать должна вот и драйзер служит создателем да и оформителем не только банально товара да он служит оформлением некой маркетинговой идеи некой предпринимательской идеи то есть это прекрасный презентатор тот который расскажет обслужит покажет вот проходить пожалуйста нас новая коллекция сейчас открыла сейчас все вам там покажем расскажем это сопровождение и видение клиентов и особенно видение постоянных клиентов или особенно как драйзер умеет сделать из любого клиента постоянного да то есть это прекрасное качество которое дополняет прорехи его дуала джека лондона то есть джек лондон там но создавал контактов каких-то деловых а удерживать и поддерживать Кто их будет, кто их будет окучивать этично и деликатно, да, и эмпатично Драйзер – прекрасный вариант Тем более, что вот этому всему набору позитивных качеств, которые у него есть Служат две функции важные, да Это этика отношений и волевая сенсорика Тоже необычное сочетание, помните, мы уже говорили в случае с Наполеоном Такая картина, но здесь она интровертная, эта картина То есть эта волевая сенсорика у Драйзера, она, знаете, многими даже не ощущается Поскольку первая функция все-таки этика отношений Там еще и фоновая сенсорика комфорта Человек получается очень такой мягкий, сглаженный, очень деликатный, очень дипломатичный, очень обходчивый, импозантный И вот эта волевая сенсорика, она проявляется особым образом Так вот прям нарочито, как у Наполеона, или у Жукова, или у Горького, вы ее не прочувствуете То есть это такая деликатная такая сила, это этичная сила Он так типа посмотрит, так типа, как Драйзер на Россию И человек такой, понял, вопросов нет То есть у Драйзера такая своеобразная волевая Этика отношений, волевая сенсорика Уже сильно подробно про них не буду, потому что уже обсуждали похожее нечто в случае с Наполеоном Только здесь это немножко более спокойно, деликатно, да, потому что на первом месте этика отношений То есть человек, который умеет снова-таки найти подход к людям, подобраться к их чувствам, желаниям, побуждениям И потом так мягко, но так напористо протолкнуть, подтолкнуть человека к его до конца, может быть, неуверенному желанию К совершению, к принятию решений Вот, эта волевая сенсорика зачастую делает из Драйзера достаточно настойчивых людей То есть при всей их мягкости это зачастую, знаете, такой стереотип Но мы сегодня обязаны говорить стереотипами, поскольку взялись описать все 16 социотипов за одну лекцию Так вот, стереотип Драйзера такой, что это социотип или человек, который старается следовать вот этим социальным правилам и нормам Социальным правилам, стандартам и нормам, потому что волевая сенсорика плюс волевая интуиция возможностей А что люди скажут? А что будет, если не сделать так, как правильно надо? И вот эта волевая сенсорика, она делает его как бы таким натужным достигатором То есть если что-то в обществе как-то принято, вот так правильно делать, у него будет не получаться, но он будет достигать, делать, делать Потому что социальное мнение очень важно И в целом, друзья, запомните, что для четвертого коллектива, вот этого коллектива Земли Все, кто сюда вхожат, для них в какой-то степени больше, чем для остальных коллективов, имеет значение социальное мнение И для них социальное давление весьма разрушительно То есть это люди, которые, наверное, больше всего любят комплименты и меньше всего любят критику в свой адрес Потому что здесь у них у всех слабая интуиция возможностей, ну потому что сильная сенсорика комфорта И в случае с Драйзером, он все оценивает через призму этики отношений А что люди подумают? А как правильно поступать? А как неправильно будет поступать? А какие могут быть еще варианты? То есть он слаб в поле вариантов и ему страшно, да? А что подумают люди? То же самое с инспектором, можно сказать Но, опять же, болевые функции, да? Уже вкратце озвучил, что это интуиция возможностей И вторая болевая функция, то есть не болевая, а вторая субъективная функция слабая – это деловая логика Видите, при том, что он в квадре предпринимателей с деловой логикой немножко напряг То есть прямо так что-то быстро посчитать, проценты, перепроценты, скидки, акции На все это он очень быстро ведется и покупается, поскольку это такая субъективная для него информация Очень внушаемая такая функция получается, всеядная Поэтому он не очень предприимчивый, не очень азартный и деловой, но он ценит это в других людях Но он заходит в область предпринимательства с точки зрения какой-то внешней стороны Уже предоставления конечной услуги, конечного оформления, какого-то диалога с клиентом, установления каких-то контактов Поэтому вот эти две сильные этика отношений, волевая сенсорика и две слабые Слабый креатив и слабая деловая логика рисуют такого импозантного человека Такого очень тактичного, деликатного, уступчивого, в то же время такого немного напористого, настойчивого человека Весьма консервативного человека, весьма формального, я бы сказал весьма формального человека То есть эти люди очень чувствительны к внутренним границам Так, с вами мы пока на ты не переходили, если что Да, вот какие-то такие вот, много встречается формальных каких-то таких моментов Следование неким социальным правилам, да, вот этика отношений Плюс волевая сенсорика, минус Креатив рисует вот такую вот приверженность социальным нормам И в-четвертых, да, завершаем мы сегодняшний марафон Мастера или Габена Это земля-земля по этеротипу Это мастер среди мастеров И здесь это тоже звучит как комплимент Потому что часто, действительно очень часто, статистически, да, средняя температура по палате такая Что Габены часто оказываются очень рукастыми, да, то есть золотые руки, можно про них сказать Весьма умелые люди в практическом смысле Напоминаю, да, что мы сейчас говорим о сенсориках-интровертах И здесь это очень проявлено Один из самых молчаливых и трудолюбивых социотипов В чем его изюминка, да Его изюминка в том, что это хороший, может быть, инженер, да Потому что чертим, да, очень кропотливо, очень много деталей И понимаем, что это будет перенесено на что-то материальное, на что-то овеществленное То есть инженер, который, ну, архитектор, к примеру, да Он чертит модель, понимая, как это будет в объеме Ну и в конечном итоге и строитель же, и скульптор же, да То есть это в целом все в одном, такая сфера Производство и изготовление практичных и удобных объектов Я говорю в широком смысле объектов, потому что, ну, мало ли чего практичного и удобного Все, что может быть практичным и удобным Там одежда, интерьер, экстерьер, транспортные средства Или какое-то оборудование какое-то сложное Это у него получается делать хорошо, да То есть есть весьма серьезные мастера Которые придумывают какие-то детали, да Для какого-то цеха, завода, да То есть есть, к примеру, цех, нужно понять, как он работает Как он должен там, какие манипуляции он должен производить К примеру, если изготавливается зубная паста Нужно придумать, да, как будут тюбики поставляться Как они будут идти по конвейеру Где в них заливается эта паста Как она закручивается Где этикетка пришпандеривается, да То есть целый такой цикл И под этот цикл нужно придумать вот сам вот этот вот весь Вот этот весь цех Вот эту вот всю дорожку производственную И это же нужно сделать как-то оптимально, удобно Из нужных материалов Просчитать все это Проинженерить Это адски сложная, как по мне, работа Вот, и Габен на это как бы настроен изначально, да То есть изначально функция информационного метаболизма Так устроена, что он обращает внимание на материалы И то, как работают некие механизмы Как это устроено В чем еще фишка Габена, в чем его изюминка Вот эта его рукастость, да Зачастую, зачастую позволяет ему быть искусным ремонтником, да То есть понимая, как устроен механизм Он может его настраивать и ремонтировать И это относится не только, на самом деле, к материальным объектам Зачастую Габены могут очень круто настраивать И какую-то там рекламу таргетинговую, да Там каждую галочку на своем месте учесть Там все понять, как там, что работает То есть вот внимание к деталям При настройке чего бы то ни было Настроить компьютер, приложение настроить Оценка качества, подбор материалов То есть качество материалов И выбрать нужные материалы для чего бы то ни было Опять же, ладно, когда это просто одежда, да И еда, а можно пуститься дальше В примеры, ну, когда нужно создать цех И тут материалы очень важны Потому что есть материалы дорогие Есть легкие, есть гибкие Есть твердые, есть ломкие Есть вяжущие, есть токсичные, нетоксичные Куча факторов Есть, ну, в понятии материала, да Которые нужно учесть И удачи ему У него все для этого есть, чтобы это учесть Спасибо Габенам, которые все это учитывают И дальше Кропотливый труд То есть, что Штирлиц, что Габен Отличаются вот этой трудоспособностью И если все-таки Штирлиц, да, это немножко больше управленец Немножко более как прораб, как комендант Как администратор какого-то процесса Да, все-таки он больше как Следит за организационной частью То Габен в наибольшей степени Сосредоточен на непосредственном производстве Чего бы то ни было Будь то собственными руками Или с помощью каких-нибудь инструментов Степень автоматизации Может быть абсолютно любой Тут самое главное Линза информационного метаболизма Какая же линза у Габена? В первую очередь Сенсорика комфорта Во вторую очередь Деловая логика Это его базовые и творческие функции Самые сильные То есть, как мы можем увидеть Этика тут слабая И действительно этика отношений у него Слабая Не сугестивная Нет, сугестивная У него одномерная интуиция возможностей И болевая этика эмоций Как мы говорили Человек, если он логик И этика эмоций болевая Значит, он скорее всего Такой сухой в отношениях Не эмоциональный И действительно Как бы на какой-то Безудержной радости Габена редко застанешь Зачастую это какое-то Уравновешенное, ровное лицо Вот И эмоции других людей Свои собственные Особенно не отслеживаются Вот Этика эмоций болевая И интуиция возможностей Одномерная, сугестивная То есть, у этого человека Нет большой Прям какой-то, да Развитой креативности Оригинальности Но зато Эта оригинальность Не мешает То есть, отсутствие Этой оригинальности Не мешает ему делать То, что очевидно Сработает Да, потому что Когда мы оригинальничаем Новаторствуем Это не всегда уместно Иногда лучше взять То, что уже проверено Надежно Испытано И внедрить это Да И тогда мы точно Получим конфетку Точно это будет работать Вот это будет устойчиво И надежно Вот Поэтому Рисуется образ Да, такого Делового Практичного Заботливого Человека Кстати, вся эта четверка Это особый вид заботы Да, такой Очень конкретной Очень предельно Честной заботы Такой неподдельной Измеримой заботы Да Это все люди Которым Для того, чтобы Показать свою заботу Проще всего Взять и сделать Вот поэтому Мастера или габены Отличаются Своей безотказностью Зачастую Да, если человек Особенно в благости Никогда не отказывают И всегда рады Помочь в каких-то Именно практичных Вопросах Что-то настроить Починить Отладить Выбрать Материал подобрать И так далее Но слабые стороны Да, такая Неэмпатичность Неэмоциональность Казалось бы Какая-то Невовлеченность Да В отношения В эмоцию Да, из них часто Трудно выбить Их состояние Кажется, что они Всегда какие-то Ровные Да Можно разные эпитеты Здесь Подбирать Кому-то кажется Что у человека Вечная депрессия Да, кому-то кажется Просто, что он Какой-то суровый Да Но это Это большая Кажемость Если спросить У него Окажется, что все нормально И правда Там может быть Все нормально Просто Простите Такое лицо Есть такой Типа демотиватор В интернете Картинка смешная Там Четыре одинаковых Изображения Будды Вот так В квадратах И внизу подпись Ну, то есть Они абсолютно одинаковые Везде Будда сидит Со своим Фирменным Брендовым Невозмутимым лицом И внизу подпись Невероятное Приключение Будды Вот Это невероятное Приключение Габена и Бальзака Вот, друзья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА